всем привет всем хорошего дня продолжаю ходить гулять наматывать шаги зарабатывать центики может быть концу месяца хоть на чашку кофе то заработаю посмотрим ладно я обязательно кстати расскажу получилось у меня заработать или нет деньги да благодаря этому приложению вообще как она действует не самому дико интересно хотел рассказать сегодня был случай очень смешной знаете у нас подъезде квартиры пронумерованы 1 2 3 4 5 6 7 и так далее да там по моему 9 квартиру нас на этаже и они пронумерованы на каждом этаже абсолютно одинаково 1 2 3 4 5 7 положение этих квартир абсолютно в том же месте где то кубу то есть если квартира 1 находится в этом месте то на втором этаже квартира в этом же месте один находится и так далее так вот а нумерация это же идет не как мы привыкли первый этаж это как будто заходишь первый этаж и 2 3 так далее не здесь идет первый этаж как мы привыкли это 0 счет идет 0 123 и так далее вот получается что если например живешь на третьем этаже до тупо факту ты получается живешь на четвертом этаже вот там на пятом то значит на шестом вот ну и значит я сегодня сижу это уже кстати не первый такой случай когда так происходит вот и значит сижу и слышу в двери что-то там кто-то пытается ключ вставить началось опять когда первый раз то произошло у меня было дикое удивление потому что ну все это было неожиданно сидишь ничего не подозреваешь никого не ждешь кто к тебе должен прийти с ключами открывать двери сидишь и как бы вот и я значит подхожу открываю двери там стоит такой испуганный турист я ошибся вот а прошлые разы там тоже также ломилась пенсионерка и двое тоже молодых людей в квартиру вот просто путали этажи потому что приходили им нужно было идти на этаж выше они приходили на этаж ниже то есть кто-то сдает туристам квартиру получается над моей квартира где я доживу и туристы туда как бы должны идти туда идут ко мне вот надо уже следующий раз говорить если идете хотя бы несите с собой что-то к чаю чтобы не просто так ломились такая забавная история произошла но это тоже стоит знать потому что я сюда когда приехал первый раз отдыхать как турист и отдыхал жил в отеле на пятом этаже я помню что я думаю буду ходить пешком по лестнице не хотел ездить в лифте поднимался пешком и думаю ну как то странно почему и на 5 этаж поднимаюсь так долго и мне кажется что будто бы поднимаюсь больше пролетов чем есть на самом деле вот и потом к концу отдыха я решил посчитать и посмотреть и действительно я шел не пять пролетов а шесть вот поэтому это как бы стоит учитывать стоит обращать на это внимание что здесь нумерация этажей идет не так как привыкли мы я думаю это не только здесь во всей европе так я думаю не знаю кто где если живет поделитесь пожалуйста в комментариях опытом как у вас стране идет нумерация этажей потому что мне интересно не знаю может быть в италии идет первый первый они нулевой как здесь да в испании вот такая вот история забавная ходил записывал видео о плюсах и минусах жизни в испании но как бы даже не совсем можно расценить плюсы и минусы а просто как бы по факту о том какая жизнь в испании с моей сусти в этом году какая-то не знают всегда такая проблема или нет что я не припомню такого меня просто жестко искусали комары откуда они что произошло откуда они взялись я такого вообще не помню чтобы я шел у меня все чесалось все что можно и нельзя все чешется но как бы невозможно откуда они взяли что произошло на улице стоит дикая жара градусов но они откуда-то взялись что произошло я не понимаю откуда эти самые комары прилетели не знаю как с этим бороться надо какими-то спреями брызгаться или что я не знаю короче но они залетают в квартиру потому что в квартире окна открыты 24 на 7 летом они вообще не закрываются окна потому что действительно если закрывать то задохнешься от жары так хотя бы какой-то воздух попадает в квартире немножечко становится посвежее ну как посвежее в смысле хотя бы заходит свежий чистый воздух потому что закрытым окном вообще просто как в аквариуме будешь сидеть здесь кстати очень распространены вот эти вот рофф ставни персиана называется ты их можешь днем закрыть чтобы солнце тебя просто не полила не жарила потому что если они открыты то в квартире дико жарко невозможно находиться ну и ночью также ты можешь опускать на ночь о кстати я тут хожу я не знаю что это такое что это за водохранилище может быть это есть водохранилище с пресной водой я не знаю так это есть или не так вот какая-то вода чан воды огромный тут никаких опознавательных знаков нигде не написано что это такое я гуляю причем у нас тут по району по фанальсу мне нужно будет сходить до почты и отправить посылку поэтому я не знаю получится у меня поснимать видео или нет вообще рассказать как работает почта и так далее видите зона платного паркинга с ним отмечено но это просто платный это не для местных для места за зеленым цветом отмечено сколько стоит 10 евро стоит на весь день учет непонятно шесть шесть минут 20 центов что значит специальный тариф это наверное надо иметь карточку тикет ну короче вот под паркоматы платежные вот наши мусорки они тоже видите разделены покрашены разные цвета то есть это для обычного мусора который пищевой или как куда биоразлагаемый для пластика стекла и бумаги только я могу перепутать мне кажется что зеленая для бум пластика вот это для бумаги это до стекла по-моему так нудистский пляж если идти прямо то можно выйти к нудистскому пляжу сколько я находил 2000 шагов наверное потому что я вышел из дома пока дошел смотрю 1100 шагов прошел думаю хорошо но вот зимой я выхаживал по 20000 шагов да потому что я вечерами ходил гулять так устаю что некогда даже выйти прогуляться вечером сейчас днем я вышел это гулять спокойно нормально надо восстанавливаться и начать ходить каждый день тем более стимул есть продолжать начать ходить нормально гулять по вечерам на набережную но мне сейчас на еще не комфортно как короче я не люблю когда очень много народу ты гуляешь и набережная забита битком если ты идешь в центр там туристов тоже настолько много что но мне не комфортно я не люблю они проходят и ведут себя она прям отвратительно не это короче не доставляет такого удовольствия поэтому сейчас уже заканчивается август должно под уменьшиться туристов начаться учебный сезон у студентов поэтому и должно быть намного меньше поэтому будет гулять намного комфортнее в общем все пошел и гулять дальше всем хорошего дня обязательно увидимся всем огромный привет всем пока пока